Бои по ампийской системе. Иркутский турнир по боксу. Через пару минут наши корреспонденты расскажут все подробности. В международной программе «Середина земли» сегодня мы расскажем о том, почему члены одного из дачных кооперативов боятся за свою жизнь и имущество. В эфире выпуск международной информационной программы «Середина земли». Приветствуем всех собравшихся у экранов в Бурятии. О событиях при Ангаре расскажу я, Анна Просекина и мои коллеги, журналисты из Иркутской области. Мы начинаем. Как можно ближе к искусству в любое время суток. Ночь в галерее провели иркутяне. Акция прошла в галерее современного искусства. Предпочтение традиционно здесь отдают работам сибирских мастеров, которые пишут иркутский иркутян. Подробности далее. С наступлением сумерек в стенах галереи современного искусства собралось около ста человек – почитателей творчества сибирских художников. Их работы сейчас представлены единой экспозицией, которую можно считать историей иркутской живописи – от советского реализма до современного авангарда. Среди жанров – портреты и автопортреты, натюрморты, пейзажи, в том числе и городские, с видами Иркутска. Очень интересные картины. Очень нравится, что у нас в городе появилось именно такое направление искусства. Доставляется именно иркутское искусство. Очень много картин. Можно посмотреть на старый город. На самом деле очень-очень интересно. На рисование я хожу. Посмотрим, вырастет. Может, художником тоже станет. Ночь в галерее – формат не новый, но во многом уникальный для города. Да, постоянные посетители культурного пространства знают, что крупные выставки так или иначе предполагают подобное мероприятие и с нетерпением ждут его анонса. На этот раз билеты на ночную экскурсию закончились еще накануне. Ночь в галерее – это уже традиционное мероприятие. Обычно мы проводим его в последние дни выставочного проекта. И сегодня оно проходит уже в четвертый раз. Но каждый раз мы просто удивляемся колоссальной популярности такого формата. В год 355-летия Иркутска мы начали уже путешествие по Иркутским улочкам, по окрестностям города, по озеру Байкал. А главное – путешествие во времени. На нашей выставке представлены картины за последние, ну, примерно 70 лет. Мы имеем возможность здесь встретиться со старыми художниками, познакомиться со старой школой. В завершении вечера у посетителей была возможность увидеть редкие кадры кинохроники из жизни таких мэтров иркутской живописи, как Борис Лебединский, Виталий Рогаль, Владимир Тетенькин и Андрей Рубцов. Татьяна Веретина, Константин Синицын. Середина земли. Иркутская область. Иркутск впервые стал столицей, принимающей первенство России по боксу среди юношей 15 и 16 лет. На ринге в бою около 300 сильнейших боксеров со всей страны. Уникальность турнира заключается в том, что он является площадкой отбора спортсменов для участия в составе сборной России в первенстве Европы. Как отмечают организаторы, в сборную поводут только лучшие боксеры. Подробности в следующем репортаже. Удар. Еще удар. Бои первенства России, согласно жеребьевке, открывают боксеры из Воронежа и Севастополя. 15-летний Леон Бетюцких занимается боксом с 7 лет. Это второе участие юноши в первенстве России. Соперник Леона в первом раунде оказался быстрее. Зато Леон сильнее бьет, что и приносит ему победу уже во втором и третьем раундах. Иркутская земля ему благоволит. Первый бой становится первой же победой. Первый бой, он обычно очень тяжелый, потому что надо войти в ритм соревнований. Еще плюс Россия, как очень высокий уровень. И поэтому очень сильно к нему готовился. Очень волновался, но переборол себя. Первенство России по боксу проходит в Иркутске впервые. 13 весовых категорий от 46 и свыше 80 килограмм. На ринге сойдутся 300 боксеров из 60 команд городов России. От Иркутской области в турнире принимают участие 13 спортсменов. Четверо из них получили путевку на первенство России благодаря победе в других соревнованиях. Это Артем Подковин из Тайшета, Семен Улаханов из Ангарска, Алексей Кулаков из Уссулия Сибирского и Никита Апрелков из Шелихова. Организаторы уверены, наши спортсмены готовы показать блестящие бои. Мы в феврале месяце проводили первенство Сибирского федерального округа. Это была как у нас генеральная репетиция перед первенством России. И четверо у нас ребят завоевали право, выиграли первенство округа, которое участвует. И помимо вот этих четырех еще как раз у нас 9 человек нам дали как хозяевам ринга. Это так, ну традиция такая, участвовать здесь тоже. Ну я думаю, ребята тоже достойно могут себя проявить здесь. Бои пройдут по олимпийской системе. Проигравший выбывает. В финале сильнейшие сойдутся, чтобы вести борьбу за первое и второе места. По результатам соревнований лучшие спортсмены получат право представлять Россию на международных тренирах. Сборная будет формироваться для участия в первенстве Европы, которая будет с 15 по 22 июня. Город пока неизвестный, но страна Венгрия. У нас ребята были на сборе, вот может быть пока тоже преждевременно все это говорить. Вот мне понравился 80 килограмм спортсмен, волох у вас есть такой. Вот я его могу выделить. Соревнования будут проходить в течение недели. Финальные бои зрители могут увидеть во дворце спорта ТРУ 10 апреля. Вход свободный. Виталий Шахназаров, Константин Синицын, Середина Земли, Иркутская область. Это были одни из самых заметных событий при Ангаре. Программа Середина Земли продолжается. На связи с нами коллеги из Читы. Здравствуйте, ждем информацию и интересные факты о Забайкальском крае. О чем вы готовы рассказать? Здравствуйте, коллега. О самых интересных новостях нашего региона расскажу я, Марина Пожидаева. Первая партия из нескольких самоходных пусковых установок комплекса БУК-М2 поступила в зенитно-ракетное соединение Забайкальского края. На сегодняшний день военнослужащие подразделению уже прошли переподготовку на новые комплексы в специализированном учебном центре. Добавим, что российский концерт планирует в 2016 году передать военными еще три дивизиона БУК-М2. Теперь перейдем к другим интересным новостям нашего региона. В нашу телекомпанию обратились члены дачного кооператива в поселке Ивановка «Зеленый бор». Теперь название кооператива его сути не отражает. Лес, который вплотную прилегает к домам, уже совсем не зеленый, а полусгоревший сухостой. Сейчас в ожидании пожаров люди просто боятся за свою жизнь. В проблеме разбиралась Вера Осадулина. Сухие палки, кустарник, да и подчас высохшие деревья. И все это в 10 метров от ближайшего забора. Люди просто боятся, что однажды, когда придет огонь из леса, они могут не проснуться. Два года назад, также весной, огонь пришел из леса. Забайкальский шквалистый ветер очень быстро разнес стихию на огромную площадь. Огонь подошел вплотную к домам. Когда загорелся, палка оператива, кто был здесь, тушили, вызвали пожарников. Пожарники не могли утушить, вызывали вертолеты. Рядом соседний кооператив, строитель, там порядка 15 домов сгорело. И все из-за этого леса. Здесь поджигали просто в течение двух лет. В прошлом году раз в семь поджигали. Его только потушат опять. Ветры начались, разгорелось все. Пока вертолеты не помогли, а то бы кооператив сгорел. После этого лесники по всем правилам провели сплошную санитарную чистку леса. Только вырубленная полоса прошла почему-то не по пострадавшему участку, а по нетронутому огнем. У нас пожароопасная ситуация в лесу. У нас два года горел лес. Лесники приехали, вырубили, то есть они вырубили хороший лес, который горел, вот сухостой вот этот мелкий. Его вырубать никто не стал. Живем мы здесь как на пороховой бочке. Я считаю, что семей 20 нас живет в кооперативе круглый год. У меня трое детей. Как встречать вот эту весну, мы просто не знаем. Мы боимся, что сгорим. Председатель кооператива обращался к лесникам, чтобы ему разрешили самостоятельно с жителями почистить прилегающий к домам участок, чтобы себя хоть как-то обезопасить от пожаров. Но ему не разрешили. Сосну вырезали, всю сопку. А почему же в шахты все оставили? Ни в одной машине не видно было ни одного тоненького полена. Выписали как горельник. Очистить лес. Но вы почему-то хороший лес выпилили, а вот это все оставили. Я вижу здесь на данный момент зеленое насаждение. Откровенное непонимание между жителями и сотрудниками лесного хозяйства людей заводит в тупик. Уповодителем на всех этих пожарах был я. Каждый пожар открывал я и закрывал его я. На этих пожарах я куповал на всех. Я знаю, сколько здесь их было за весь период и как они горели. Сколько раз здесь в прошлом году? С весны сколько раз горело? В прошлом году они не горели. Семь лет. Вертолеты тушили. Через пять минут лесники уже и не отрицают, что это не зеленое насаждение, а сухостой. Только погибли деревья не сразу, а через год после пожара. Факторов много. Деревья погибают не постоянно. Подгорела шейка корня или заселились после пожара вне вредителей. Дерево погибло. Погибает не сразу от температуры, а постепенно. Чтобы почистить от горельника лес, надо провести обследование. И только потом можно разграничить участки. Такая работа у лесников назначена на лето этого года. На вопрос, почему нельзя провести все это сейчас, они сослались на большую загруженность и нехватку времени. Так что, если до лета здесь что-нибудь еще останется, то, возможно, к ноябрю, говорит Денис Игнатьев, горельник и уберут. Вера Садулина, Анатолий Тюльнев, середина земли, Забайкальский край. В Китае рисуют на рисовых полях. Местные жители считают, что гигантские картины привлекают туристов. Фермеры воспроизводят сюжеты фантастических фильмов с участием драконов и императорских мотивов. Детально такой рисунок можно рассмотреть с высоты птичьего полета. На связи с нами в Пекин. Коллеги, приветствуем вас. О чем еще готовы рассказать. Здравствуйте. Конечно, самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем. В студии Намила. Китай ускоряет темпы производства промышленных роботов. В провинции Ляуни начато серийное производство аппаратов нового типа. Они совмещают в себе преимущества более ранних моделей, распространенных на мировом рынке. С подробностями – мои коллеги. Наиболее популярные роботы, используемые сейчас в производстве, подразделяются на два типа – промышленные роботоманипуляторы и мобильные аппараты, способные к передвижению. Китайские ученые совместили два в одном. Мобильные роботы в традиционном понимании используются для перевозки тяжелых предметов. В основном они выполняют лишь одну эту функцию. Роботы-манипуляторы могут проделивать различные операции. Но передвигать тяжелые предметы на большое расстояние они не могут. Производством роботов занимается компания «Синсун», которая находится в подчинении Академии наук Китая. Эту разработку она представила в ноябре 2015 года на Всемирной конференции по робототехнике. С тех пор она продала за границу 240 машин нового поколения. На общую сумму – 6 миллионов долларов. «Этот робот многофункционален. Он сделан по потопе у человека. Вот эта часть внизу позволяет машине двигаться, как ноги у человека, а верхняя часть – как руки. Есть у него даже глаза, специальная камера, которая позволяет извлекать истокновения во время ходьбы. Долженность и позиционирование очень высока – до 5 миллиметров». В настоящее время Китай принимает целый ряд мер по поддержке развития роботостроения. В прошлом году в Шиньяне был создан специализированный технопарк, где базируются четыре робототехнических предприятия, включая компанию «Синсун». Сейчас этот парк уже стал крупнейшей базой по производству роботов в Китае. Юлия Жень, Шэньсинь, СиСиТиВи. Высшие учебные заведения Китая помогают развивать традиционное искусство. В Пекине состоялась выставка традиционных китайских ремесел. Экспозицию посетила и наша съемочная группа. В университете Тиньхуа, одном из ведущих вузов Китая, представлены более 300 работ свыше 40 мастеров. Вышивка, новогодние картины, керамика и многое другое. Эти работы уже внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. «Мы не должны отбрасывать традиционное искусство. Без него невозможно добиться инновации. Мы обязаны сохранять традиции». «Мы нацелены на воспитание большего числа преемников нематериального культурного наследия, на улучшение их способности к обучению и инновациям. Более того, наши мероприятия информируют о состоянии рынка и увеличивают долю традиционных китайских ремесел на нём. Это способствует защите нематериального культурного наследия Китая и выводит его на новый уровень». Подобные выставки прошли более чем в 20 китайских университетах. Ремесленники имели возможность пообщаться со специалистами в области искусства, выслушать их замечания и пожелания. Проводя такие экспозиции, организаторы надеются не только сохранить нематериальное культурное наследие Китая, но и усилить его влияние в стране и за рубежом. У меня на этом всё. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok